За семейным столом у каждого свое занятие. Дима и Ваня вместе с папой мастерят из конструктора дома и машины. Ира с мамой Натальей занимаются рукоделием. Стежки ровно ложатся на полотно, скоро будет картина. Подарок бабушке. В большой семье не скучно. 11 лет назад Наталья Авдаева переехала из Архангельской области в станицу Гастагаевскую к будущему мужу. Через год родилась Ира. Вот так возьми уши уже и все. Мы лежали в палате в роддоме, и женщина там тоже третьего ребенка родила, а я Иру первая. Она говорит, смотри, наши самые хорошие. Дочкина улыбка для мамы самое главное. Своей принцессе Наталья читала книги, учила всему, что знает сама. Сегодня Ире уже 10, и она сама может научить маму чему-то новому. Например, играть на фортепиано. Ивану 5 лет, он мечтает стать доктором. Человек маленький, но уже обстоятельный и серьезный. Любит уединиться и поразмышлять. Трехлетний Дима бойкий и любознательный. Воспитание – процесс непростой. Наталья Авдаева старается воспитать детей самостоятельными и честными. Я стремлюсь так, чтобы, во-первых, они правду говорили, чтобы так честно все было. Если что-то у Иры там в школе, там двойка, так двойка. Это бывает у нас иногда, там или что-то, чтобы она честно рассказала, там, стараемся исправить. А так, чтобы еще самое главное – это послушание. Которое мама, папа сказали, должны сделать. У своей мамы Наталья – единственный ребенок. Мама – это мягкость, утешение, любовь, ласка. Она же далеко у меня, все, надо каждый день позвонить. А лучше два раза в день позвонить. В каждой детской поделке искренняя любовь. Мама Наталья все хранит – и веточку мимозы, и панно, и все рисунки. Она позволяет детям быть детьми, иногда шуметь, кувыркаться и шалить. Здоровый ребенок должен шуметь, его желательно должно быть видно, слышно. Но когда тишина, это уже страшно. Наталья Авдаева в свободное от работы мамой время работает фельдшером воездной бригады скорой помощи. Новые люди – новый опыт каждый день. Душу греет, что дома ждут три маленькие сердца и одно большое. Предстоящему дню матери Ваня приготовил маме подарок. Выучил стихотворение. Кто ко мне с утра пришел? Мамочка. Кто сказал, пора вставать? Мамочка. Кажу, кто успел свалить? Мамочка. Чай в кружечку налить? Мамочка. Кто рубашку постирал? Мамочка. Ча-ча ли дома джин подбор? Мамочка. Своих детей Наталья поддерживает во всем. Например, Ира любит животных. Всех бездомных кошек и собак несет домой. Мама разрешает дочке оставить их при условии, что она будет ухаживать за животными. Быть мамой – значит жалеть всех и любить. Делиться с каждым теплым комочком своим теплом и заботой. Иногда забывать о себе и уметь жертвовать временем для своих близких. Быть мамой – это лучшая работа. Без отпуска и выходных. Днем и ночью. 365 дней в году.